Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 49-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл квест «Ночь распродаж» с выходами на развязки для барахольщика, закрыл квест «Супервайзер», передав ключ-отказ Гошана, добил квест «Прикормка» с ЧВК на ночной развязке для лыжника, закрыл квест «Кремень», так как стрессоустойчивость уже была прокачена, и достиг 42-го уровня персонажа, что позволило закрыть квест «Идеальный переговорщик» для прапора. Торговцы прокачаны все, кроме скупщика. Выпуск поддержали финансово «Краснодарец», «Сепар», «Марк Сараман», «Бонник Форевер» и «Стефан». Спасибо огромное вам за крепкую и постоянную поддержку. Это бесценно. Будьте здоровы. Марк, приятной поездки. Да, головники помогли решить жена суетиться с документами, пробелы заполнили, будем ждать рандеву по решению о выдаче ВНЖ. Спасибо еще раз всем и каждому за поддержку. Приятного просмотра. Сижу, рассказываю, а запись-то и не включил, получается. Мне страховка пришла по страховке Эрдеха моя. Я был крайне удивлен тому, что Эрдеху не забрали. Либо свои, короче, либо те типы не смогли вынести ее с локации. То же самое «Редут» вернулся и то же самое «Шлем» вернулся в усиленности с ночнушкой, короче, хорошей. Сегодня планирую добить квест «Служба дезинфекции». Мне ЧВК не нужны будут, поэтому на них мы отвлекаться не будем. Будем ходить только по диким, по развязке. Нам нужно стрелять еще 24 дикаря. Параллельно буду выполнять тихий калибр. Взял с собой дробовик 12-го калибра с глушителем. Если получится ЧВК, подстрелим. Если нет, то дикие будут идти сразу два квеста у меня. Вот такую морку 155-ю я решил собирать. Буду ходить пока с ней. На 8 патронов у меня магазин расширенный. 44 эргономики, 136 вертикальной отдачи. Посмотрим, как себя будет вести. Так, и еще квест мне дал барахольщик «Декстиль», часть 1. Армидные ткани были и мотки паракорда у меня были. Рипстоп ткани 2 штуки были. Нужно 10, еще 8 нужно наварить. И прапор, кстати, мне тоже выдал новый квест «Захватован поста». Мне нужно диких убивать на таможне. На базе диких, точнее, это старая база Решалы. В лесу это база МЧС. И на речном вокзале, на берегу это Норвенский. Есть два аналогичных квеста с убийством ЧВК с дробовика. Да, раньше можно было их совмещать, но сейчас переделали так, что сначала нужно выполнить текущий квест, который «Тихий калибр». И только после этого только откроется у меня квест «Подстава», по которому нужно будет в ушанке жалеть дикого из 12-го калибра убивать ЧВК на таможне локации. Поэтому с дробовиком играть придется, походу, долго. Так, Индер. Так, Индер. Ну чё? Вперёд из песней геройствовать. Идём сразу на кассы. Наверное. Потом, наверное, в Гошан. Всё в этом духе. А вообще, по-хорошему, всё это делается лучше и правильнее со стороны ТЭЦ, если начинать. ТЭЦ наше всё. Ну ладно, раз уж отсюда начали, то пойдём отсюда. Посмотрим здесь кассы. Да, скорее всего, я рано сюда пришёл, ещё никого не будет на кассах. На таких спавнах можно сразу идти на кассы Гошана, где-нибудь туда, в центр, и оттуда уже отыгрывать. Или на самом деле идти сначала в обход. Подходить на ТЭЦ. И отыгрывать от ТЭЦ. Что тут у нас? Пока тишина. Щелочной рейд. Уже две щелочи видел. Да нет, парни, это ерунда всё. Шибко рано я пришёл. Был такой комментарий на 38-й, если нет фриза. Значит, килла есть. Как это связано, не знаю. О, есть дикарь. Ой, это же далеко, подожди. У меня же надо поближе. Сдохни на, тварь! Есть кабанчик. Одного дёхнули. Газоанализатор. Мы будем предполагать, что, возможно, килла есть на локации. Куда-то-то на кассу пойдём. В Гошана. Тут пока, по крайней мере, больше ловить нечего. Может, спина тут подспавнилась. Балабонин где-то справа. Это, походу, в подвале. Осмелюсь предположить. Для калибра мне дистанция без разницы, но вот по квесту для терапевта я поэтому-то и респираторную маску натянул, чтобы доделать квест на развязке с дикарями. Тихому калибру также и привязка к этому, к развязке отсутствует. То есть можно выполнять квест на любой локации. Это хорошо. Это удобственно. Можно будет делать какие-то квесты, которые параллельно там где-то есть, да? Отстрел диких. На улицах Таркова, например, у меня несколько квестов есть. Можно будет там с дробовиком полазить. Что, потом боткоин заберем? Что, потом боткоин заберем? О, мать-а-а. На кассе дикий. Э, ты куда пошел? Я сближаться пошел. Ты тоже не уходи далеко. Вот он, блядь, вот он, ебашь его! Как ты меня видишь? А, вон он! Попал, не попал? Попал, говорит. Так, двоечка есть, говорит. Уже что-то. Пойдем у центровских помоцаем. Ага, вижу. Наверху там калашмат был. Интересно, обычный дикий? Троечка есть. Это уже 19, да? 19. Что, если мы кружок дадим тут? Туда незаметно подтянемся. Туда незаметно подтянемся. И что-то какое-то ощущение неуверенности присутствует. Пацаны... Что будем делать с этим? Вот еще плюс к тому, что донатец в первую очередь идти, это подавать питание. Сейчас можно было бы в кибу залететь, лутануться, да? Так. Ну, у киллы... Говорят, что сейчас уникальная озвучка, так что это обычный дикий, судя по всему. Ну, подожди. А, это, это стекло разбилось Прыгнул А, там слева кто-то ходит еще Все ровно Ой, хорошо И дикие сами приходят, слушай 21, очко А это калаш, по-моему, который сверху стрелял, да? Так, теперь что? Наверх пойдем, наверное, да? Да, это калаш Вроде как И звук они издают Но не исключено, что верхние этажи у нас пустые Окей, пойдем в идею туда Посмотрим идею вверх И идею подвал Там, скорее всего, будут пацанчики Ну, идея, я не имею в виду Сам магазин непосредственно Тут вроде тишина Хороший рейд попался без чувака всяких Прям тихо-тихо-тихо на локации Хороший шанс пострелять А в душе этих самых, да? Дикарей Посмотрим здесь, может быть, посчастливится Эль-1 найти Стимулятор, который единственным не остался по квесту Братворцы Кое-где стимуляторы попадают Я не помню, здесь можно вообще найти, нет? Стимулятор Но тут разного рода медицина Скорее всего, можно найти что-нибудь интересное По-любому Вики где-то в центре, что ли Видимо, с чулоботиками подъехал, да? 25 минут Давай посмотрим, что там он где-то ГГК Хотя, скорее всего, я на обратном пути Ладно Я вообще даже не понимаю, где он ходит Это вроде и близко, и что-то Он прям надо мной Или подо мной О, пойдем на дорогу прогуляемся в натуре Там, наверное, диких тоже пару-тройку подкопилось На дорогу А потом с дороги направо пойдем в идею Подвал вверх И на тэц Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу Тихо-тихо-тихо Есть он, дикий Блин, а как бы мне подобраться-то к тебе? Не хочу я вот на дорогу ходить, потому что они издалека видят. И это потом плохо заканчивается. Еще за счет того, что шумят они, могут с окон спокойно посмотреть. Плюс ко всему, мне еще и дистанцию надо сокращать. Блин, он прям на меня смотрит, зараза такой. Да иди в баню, подожди. Вон он! Все, затарился. А, это перед Вика видео и говорит. Куда делся? А, понял. Так, парочка есть. Залетели. Вот это, зараза, по мне попал разок. Ну, видимо, патроны фиговые, он мне, в принципе, урона никакого не нанес практически. В ПС, говорят. Так, ладно, идем дальше. Время тратить нельзя. Надо идти дальше, короче. Идем в идею, в эти подвалы. Отлично. Теперь бы понять, где он. А, понял. Ага, одного вижу. Второго вроде слышу. Или это он? Да, это он есть. Так, с левой еще кто-то ворчит. Ба, куда ты отходишь, тормози. Где-то есть. Что, забыл, кто-то... А, понял. Эй! Эй! Ах ты ебагло! Ах ты жук. Левый кор... Эй! Эй, 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 ты что, куда ты? Блин, и все мимо. Капец вы живучие. Патронов не напасешься так. Надо будет у него рассыпуху забрать. А, это из КС. А, вон что я его пробить не мог. У него гжель как из... Пятый класс брони. Поэтому он столько держит. Хорош. Хорош. Тут еще хочу проверить, короче. Тут внизу эскалаторов. Тоже бывают дикие труцы. Тишина. Ну, то, что я слева слышал, это, возможно, наверху были товарищи. Так что можно с палатки глянуть просто-напросто. И подниматься наверх. Я так считаю. Да, он прям надумный. И он там совсем не один. Совсем двоих слышал примерно. Ладно. Что, прям много? Вот тут попробуем подняться. Опосян, правда. Один готов. Эпи, куда пошел? Вон, 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 вон он, сука. Эпи, куда пошел? Да где ж ты есть-то? Запарили вы, блин. Зашкеритесь где-то там. И видите, блин, рентгеновским зрением. О, вижу их. Где ты, зараза? Подходи, да ты, капец, шутишь, отвечаю. Даже не шевельнулся, вообще пофиг ему. Граната! И пофиг. По-моему, убил я его. Да, точно. Так, двоих слышал, двоих убил. Ну что, и все, что ли? Что-то маловато как-то. Опа. А ты киту такой? А это кила, да? Дрот у тебя, я кила. Нет. Ага, еще один крутится. Ща приду брать дело. Росыпи заберу только. Это что-то дела, беда. Где-то вот здесь прям крутится тоже. Вот здесь прямо касался. Вот, для меня еще россыпи надыбаем, да? Так же, линчо стреляет по ногам, говорит. Просто символически сюда заглянем. О, еще один есть. Вот, когда они голенькие, без бронежилетов, как хорошо они отваливаются. Прям любо-дорого, как посмотреть на них. Приятного. Ну все, можно идти, короче, на ТЭЦ, смотреть там, если выход работает или нет. Если машина есть, то можно будет на машинке выехать. Я так считаю. Вот они, где все копились потихоньку. Целых пятеро на Идеи появилось, да? И двое в подвале. Ништяк, ништяк. Сейчас и на ТЭЦ должно быть пару-тройку диких. Как пидать. Надо, кстати, подлечиться. Что-то я забил этот момент. Ого, руки-то почти нет. Исправить. О, как новенький. Что там у нас? И чего? А, нет, вижу одного. Зашибись. Один есть, уже не зря идем, значит. Попялись, что насчет машины? Можно прямо отсюда, стенечка, да? Сейчас мы еще и копейку вынесем, если машинка будет работать, да? Машинки нет, елки-палки. Хотя 10 минут есть. Блин, нет, это писсуар активировать. Опять туда-сюда возьмем. Нафиг. Уберу в заборе будем. Так, че вы где, пацаны? Пожрать бы, конечно, не помешало. Один штук всего. ПС-ки. Нам не надо уже. Все. Собираем барахлишко, какое можем нести. И валим потихоньку. Куртки еще посмотрю на наличие ключиков. И пойду в разлом в заборе. То, что надо. Надо же, даже нашествия челоботов не было. Очень даже интересный рейд. Что у нас там получилось по дезинфекции? 31. Ой, хорошо. Здорово. Еще один такой рейд. И мы закроем этот квест. Ого, добра. Ого, добра. Ё-моё. Где там мой рюкзак? Так, где-то я его, по-моему, тут по пути и скинул, да? Джельку тут скинул. А рюкзак куда я скинул забыл. Где-то же тоже вроде бежал, бежал и пуп скинул. Блин, не помню. Ладно, он у меня застрахован, зато я помню, где. Такой рюкзак есть. Да что-то вкусняхи там всякие. Выход где у меня? На какой стороне? На МЧС я сразу появился, получается. Лагерь, дети, дыра в заборе, безопасная комната. Либо до железной дороги, 6 минут. Добегу я до туда, интересно, за 6 минут. Далеко бежать придется. Ладно. Ну так-то у меня SJ-ка есть. Наверное, мы ее используем, че. Да давай продирайся, елки-палки. Давай-давай-давай-давай. SJ же не вечный. Ладно, пошли на выход вдоль края карты. Как раз мы упремся в выход на железной дороге. Времени мне хватит, учитывая то, что я стимулятор вколол. У меня выносливость расходуется меньше, восстанавливается быстрее. Пошли. Все, на месте. Как раз и действие стимулятора, походу, заканчивается. У меня штуннельное зрение. Нормалек. Хорошо. Там же появился. И снова у меня, кстати говоря, загрузка произошла буквально за минуту. И поиск игры, и все на свете прошло. Ожидания игроков не было, поэтому я думаю, что этот рейд будет такой же тихий, как и предыдущий. А значит, упускать шансы полутать вкусные места, я упускать не буду. В общем, посмотрим. Сейчас на ТЭЦ сразу схожу. На ТЭЦ я посмотрю. Для диких в первую очередь, конечно же, питание подадим. А питание, если мы подадим, то мы сможем зайти потом в КИБУ. Секретную комнату. Если тихо совсем на локации будет. Мне по квесту сколько осталось? Девятерых, по-моему, там осталось, да? Девять. Девять диких. Даже учитывая, если я пойду только по точкам лутания, я думаю, девять диких. Точно настреляем. Тут еще рано диких смотреть. Go на ТЭЦ. Так, тут мы сейчас сразу поймем, есть ли машина или нет. По-моему, была, там мелькнула черная, что-то я видел. Машина есть на локации. Зашибись. В случае чего, можем рассчитывать на этот выход на машине. Однозначно будем знать, что он работает. И хуй мой танцевал чечетку. Вбивай янь в ноги инь. Остынь, остынь. Ой, как хорошо. Тут сразу парочка заспавнилась, как минимум. Нормально. Добрый цвет. Ладно, не будем тут упорваться. Пошли. Сразу же в идею. Наверное, лучший вариант будет через подвал идеи внедриться, да? Как раз мы подвал, верхний этаж посмотрим. И там же через идею мы на верхний уровень попадем. С целью того, чтобы активировать на писсуаре там секретную комнату. Можно было бы, конечно, еще и ключик купить от этой... От аптек обеих. Но раз уж у меня уже последние тут рейды на этой локации, я думаю, смысла нет сюда ходить. Точнее, покупать эти самые ключи. Расходить не собираюсь. Квесты будут, безусловно. Тут будет жесткий один квест. 30 ЧВК убить. На ночной развязке. Ну, его я делать, конечно же, не буду. Это выпусков 10 у меня выйдет на все про все. Странно, нет никого. О, бежит, бежит. Давай, мчи их! Аккурат, братяло. Пришел. Пилигрим еще целый принес. Блин, что ли, пилигрим заберем, что ли, у него? Да, наверное, заберем. Я думаю, что это будет тихий рейд, спокойный, в котором можно будет с удовольствием полутаться, пострелять в диких. Так что, почему бы не иметь огромный рюкзачок, да? По такому поводу. Нет никого. Наверху идеи. Ладушки пошли, куда я планировал наверх. Идем наверх, тогда активируем на бургер-споте в секретную комнату. Там сверху понаблюдаем. Вроде тихо на локации. Вообще, я даже ни одного выстрела не слышу. В прошлом рейде ни одного выстрела не слышал. В этом тишина полная. Тарковка будто уважил, да? Дает прям возможность диких не стрелять. О, есть наверху дикие. Хорошо, сейчас вернемся туда. Наверху, наверху. Знаешь, он где примерно? Ну, в принципе, понятно. Файетом. Вгорая где-то. Внедряемся в туалет. И одиннадцатой картой активируем выход. Все, в отличности. Закройте дверь, говорит. Заходите, лутайтесь. Не забудьте закрыть дверь за собой. Можно как вариант попробовать. Я не знаю, работает или нет такой ход-рый способ. Но попробовать отключить сигнализацию заранее. Да, вроде можно нажать. Ок. Видел, там дикий слева-направо прошел. Пойду доберусь до него поближе. Дистанция будет, чтобы... Дистанцию сократить. О, под задачу тихого калибра выполнилась. Ништяк. Это хорошо. О, попить тут есть, как раз. Ого. Бля, черный плач. Ты пошел-то в баню, ты кто? Давай, мочи их! Кто ты, воин? Видел, сколько он держит? Вали, хуисоса! Ты что там, бля, вопей, шупырь! Хуело, вот, хуело, конец тебе! Вот хмырь! Офигеть, взял, руку оторвал. Зачем? Короче, есть хороший вариант сейчас закрывать эту самую терапевта квест. Надо не профукать этот момент и добить диких обязательно. Стоп-стоп-стоп, идёт кто-то. Не добитый этот был. А так кто крутится тут? Дикий, обычный. Ладно, здесь же мы и пришьёмся тогда. А, нельзя, говорит, лутать и пришиваться одновременно. Ладно. Пришиваемся спокойно туда. Сверху питомство. Приятного. Там, наверное, совсем чуть-чуть, да, двоечка всего осталось. Очень даже хорошо. Ничего тут активность на верхах, да? Хорошая яичная. Загустяшка в кармане. Ничего себе. Козырь, ё-моё. О, рыцарь для собой. Возьмём ещё. Рассыпи. О, фрезануло достойно. Либо аирдроп летит. Либо челоботиков подгрузило. Так, лады. Прямо сильно фрезит почему-то. Тут пока не души. Давай, разоряем тогда кибу. Нет, всё равно сработало. Тату шара. Это у нас самого вкусного, интересного. Что-то там какие-то патроны хорошие, да? БП. Нас уже БП не интересует. ХП. Ну, не сказать, что прям богатый. Готов. Вот в прошлый раз мне вообще конкретно повезло. Две М-ки заряженные, да? Хорошие были. Что-нибудь стоит, нет? Какие? Так, трубки. Глушитель. И всё. Окей. Так, двое диких, двое диких. Куда пойдём? На волю или на кассы Гошана? Наверное, давай сходим. Так, чё тут, пацаны, есть кто-нибудь? Да ладно, ни одного. Ни души. Ну, мне двое диких по-любому достреливать надо, значит. На кассы надо идти. На кассу воли я имею ввиду. Да, слева базарят. Значит, они на кассах наспавнились там. Понял, прыгнул, выдвигаюсь. По эскалатору кто-нибудь. Кто-то поднимался здесь ли. Какие-то такие? Так, по дистанции подошёл. Подошёл. Всё, последний остался. Кто-то там из чулоботов, что ли, подъехал. Ну, давай, один остался. Блин, вот я сейчас бояться буду выглянуть лишний раз, чтобы... Вон он, сука! Вон, видишь чё? Может, шугануть их? Пацаны, сейчас накроют на... Всё, зашибись. Отлично, задача выполнена. Вот тупырь! Ну и ладно, ворчи себе там. Чё я тебе прям буду, думаешь, отдаваться, что ли, идти? Пошёл ты в баню. Да мне пофиг вообще, чё ты там говоришь. Короче, надо... Посмотреть комнатку эту. Взял пилигрим ещё, а толку? Лута нифига нет. Так, мелочи всякие. 9-9-3, хороший патрон. Я думал, в кибе сейчас как... Найдём, найдём лута. Как... Вытащим, вытащим. Ну ладно, ничего страшного. Главное, мы свою задачу поставленную выполнили. Это главное. Это был приоритет по Любасу. Стимулятор какой-то нашёл. Всё, пойдём тогда через секретную комнату. Стоп на выходы. Покидаем эту... Эту локацию. Это дорогая штука. МК-10. Братути. Конява. Во, вот этого барахла мы сейчас насыпем себе в мешок, где и вся любовь. Пару ящичков ещё есть. О, полный, смотри. На битком. Да. Я-то думал, тут лубяшеные. Лубяшеные тут. Ничего серьёзного. Всякого хлама, короче, нас собирал. Ладно, поехали домой. Хороший рейд выдался. Хорошо погуляли. 25 почти минут, около пяти кусков опыта. Диких настреляли более чем достаточно. Выполнили квест медички. И частично тихий калибр закрыли. Остаются только чувака. Хорошие тихие рейды попались, поэтому все дикие, какие были на локации, практически все мне достались. Значит, служба дезинфекции, мы квест спокойно закрыли сегодня. Ну чё, план я выполнил, можно сказать. Я думал, больше времени, конечно, займёт, но прошло всё гладко. Пропавший груз предлагаю тогда сделать. Сходить на маяк, найти пропавший вертолёт на маяке и попробовать вынести папку информатора. Буду с собой таскать дополнительное оружие в виде снайперской винтовки. Горностайчик возьму на БПМ-патронах. Хороший патрон, если будут встречаться дикие, то диких буду, наверное, с горностая стрелять. Ну, либо на дальней дистанции, если чё, выки будут, буду их стрелять на дальней дистанции из болтовки. Будем параллельно ещё и навык владения снайперскими качать. Ага. Значит. Я очень даже неплохо заспавнился, скажем так. Мне нужен, короче, вертолёт, вон где дым упавший. И, насколько я помню, мне нужен ближайший шале, где теннисный корт. В аккуратно нём, там на столе, должны лежать документы, которые мне нужны, так, точнее, которые мне нужны. И можно будет развернуться, да, и на южную дорогу, на выход пойти, так точно. В локации меня, в принципе, ничего не держит. Постараюсь сделать этот квест и выскочить по-добру, по-здорову, так сказать. Посмотрим все малости, самое. Может, какая жертва попадётся? Стометровочная. Чем не вариант. Теперь сам себе не верю. В прошлый раз я, когда в оптику проверял, проморгал прям чётко ЧВК, но потом уже с другой позиции тоже самое начал проверять, тогда хотя бы увидел. Так что проверять надо очень даже, очень даже внимательно. Выгодная позиция у меня в плане того, что светит солнце мне в спину. Для снайперского дела то, что надо. Показалось? Ладно, вроде бы как тихо, спокойно. Загрузка в игру тоже была не особо долгой. Поэтому есть основания полагать, что рейд будет тихим. Вот он вертолёт. Есть под задачу. Так, времени нам сколько? Сорок минут на маяк даётся? Значит, не раньше 33-й минуты надо будет выйти. Получается так. Тогда если тихо будет, нужно будет и шале ближайший, да, полутать? Кстати, а может быть... Гунны тут будут? Подожди-ка, я гляну быстренько, где они лазёт. Опачки. А, они на лайтхаусе. Гунны на маяке. Ну, насколько я знаю, они... На том шале спавлятся. Не на этом. Блин, хотя я сейчас, если документы заберу... Включаю с документами, что ли? Квестовыми. Загунными лазить буду. Тоже непорядок, да? Так, эти документы. Где-то тут, короче, на этом столе. Гри ноутбук. А вот она, папка. Чик. Всё, готово. О, вертекс нашёл. Прикольно. Убратьёнь и голяк тут. Ты, давай тогда не будем квестом рисковать. Как планировал, так и сделаю. Просто развернусь и просто пойду сдам квест. Тем более, что нечасто такой шанс выпадает. Быстро закрыть квест. Хороший спаун. Рядом с вертолётом. И в коттеджах тишина. Идём, пока Тарков позволяет. Давай сделаем туда квест. Пошли на южный выход. Ну вот, мы и практически на выходе. Тут ещё полу, тут чё глянем. Самую малость, да? Это прям превью, что ли, получается? Просраченный сок. Наш любимый просроченный срок. Ой, сок на три года. Водя, во, ё-моё. Интересно. Чё стаган. Такое ощущение, как будто тут пролутали всё. Всё, да не всё, говорит. Грубуша. Вот, да, ладно, заберём. Всё. Времени 30 минут. Пробыли мы на локации, значит. Достаточно времени, больше 7 минут. А значит, можем даже без всяких кровопролитных стычек выходить с локации. ПВЕ квесты плюс квесты унеси-принеси выполняются легко, когда на локациях очень спокойная ситуёвина. Сегодня я играл на южноевропейском сервере. По времени утреннему примерно 10-11 утра. По ЧВК тишина. Записываю во вторник. Это ответ, опережая вопросы, почему такие рейды тихие. Нашли пропавший вертолёт на маяке, нашли папку информатора, передаём её лыжнику и закрываем квест пропавший груз. Ну вот, немножко погодя, в занузле у меня сварилась последняя партия рипстоп тканей. Значит, идём к барахольщику, передаём ему оставшиеся две тряпочки и завершаем текстиль. Часть первая. Ё-моё, ещё один квест сегодня завершили. И сразу же выдаёт квест текстиль, часть вторая. Здесь, в принципе, то же самое. Флисовых тканей 10 штук надо, кортура 10 штук надо, и кектейп, ленту, её тоже можно варить, но она у меня лежит в скроне готовая. Её мы передаём. На тряпки будем варить потихоньку. На этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх, за добрые отзывы. Всем приятной игры, хорошего настроения и до следующего выпуска. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!